Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Золотого Таро. Сегодня мы будем смотреть образец расклада, который можно выбрать для индивидуальной консультации. Расклад называется «Сведет ли вас судьба в будущем?». И первая карта нам расскажет готовность встретить его. Очень часто многие общаются по интернету, в социальных сетях, но им жить в иллюзиях интереснее, чем, например, встретиться. То есть это всегда страшнее разочароваться или разочаровать партнера в какие-то комплексы. Итак, готовность встретить его. Вы не готовы встретить его. У вас очень много всяких препонов, препятствий. Вы сами себе придумываете или не хотите фантазировать, не хотите разочароваться, боитесь, может быть, увидеть не то, что вы хотите. Его физическая готовность, то есть готов ли он встретить. Он хочет встретить вас, да. Он готов, он поддерживает эти отношения. Он хочет здесь семьи, он хочет общих праздников, он хочет уже общих детей. Здесь вопрос только пока финансовый, то есть есть какие-то проблемы с финансами. Ваша внутренняя готовность, какова она? Ну, вот тут спорные всякие вопросы. Вы сама с собой диалог ведете, в чем-то сомневаетесь, переживаете. Может быть, с ним постоянно спорите на какие-то темы. Его внутренняя готовность. Он готов на все, он готов на все, идти в эти отношения, сломя голову, ни о чем не думая, потому что ему очень сложно на расстоянии, и вы ему доставляете только головную боль. То есть у вас конфликты все время идут. Насколько сильно ваш запрос у Вселенной? Но вы помощи просите, да, просите помощи, получаете помощи, подсказки. Так, ваш прошлый опыт. Ваш прошлый опыт привел к разочарованиям, к слезам. А почему вы уже не верите в свое будущее? Так, его прошлый опыт. Смотрите, ну здесь особо как-то опыта нету. Он сидел, не читал о любви. И я бы сказала, он сейчас к этому пришел. То есть он наконец-таки влюбился и торопит вас. События торопит. Что мешает ему найти вас до сих пор? Что мешает вот вам встретиться? Он не знает, как это делать, не умеет. Он не умело ухаживает, пишет вам комплименты. Он не знает, что для этого делать нужно. То есть ему как бы помощь ваша нужна. Так, что мешает вам найти его до сих пор? Иллюзии, фантазии. Много мечтаете, думаете, переживаете. Боитесь ошибиться очередной раз. Так, что вам нужно сделать, чтобы встретиться? Наслаждаться удовольствием, получать удовольствие, общаться побольше. То есть как бы узнавать друг друга. Что ему нужно сделать, чтобы найти вас? Тоже, знаете, больше развлекаться, веселиться, общаться с вами, чтобы вы все-таки смогли расслабиться. И, наконец-таки, произойдет ли долгожданная встреча? Смотрите, на данном этапе пока встречи вообще не видно. Да, то есть вот сейчас даже посмотрим причину всего этого. Вы, как ресурсно-самодостаточный человек, можете, в принципе, решить все самостоятельно. И вам нужно действовать. То есть действовать вам придется самой. А вы пока не видите как бы выхода из сложившейся ситуации. Или вообще пока не хотите, ну, встречаться, я бы так сказала, да. То есть есть какие-то препятствия, которые вам мешают. То есть вам надо еще преодолевать. Что нужно сделать все-таки, да, чтобы эта вся ситуация изменилась? То есть, ну, какое-то определенное время необходимо. Знаете, я бы сказала, наверное, не бояться. Не бояться, а взять всю ситуацию в свои руки. Вот в чем причина. То есть вы как бы тормозите всю ситуацию, не идете на эту встречу. А вам надо успокоиться, не бояться и понять, что все зависит только от вас. То есть ваше счастье в ваших руках. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный и мы рассмотрим вашу ситуацию.